На заседании Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму представили результаты опроса о межнациональных отношениях в городе. Свыше 70% губкинцев считают их благополучными. Также, по мнению большинства горожан, лучшей профилактикой радикальных идей являются воспитания в семье и образовательных организаций. Следом идет просветительская деятельность религиозной конфессии, знакомство с основными догматами религии, пропаганда веротерпимости. Более 40%. Обращая внимание на третье место, занимает жесткие меры правоохранительных органов по противодействию экстремизму, порядка 38%. Причем доля, которую считают так, даже несколько снижается. О мерах профилактики, которые принимаются в трудовых коллективах предприятий Роснефтьпурнефтегаза, рассказал начальник управления по региональной политике, взаимодействию со СМИ и общественностью Кирилл Николаев. Для предотвращения антиобщественных действий в компании отлажена система экономической безопасности. Это охрана объектов, пропускной режим, система защиты информационных ресурсов и контроль производственной и хозяйственной деятельности. Принципы взаимоотношений между сотрудниками прописаны в Кодексе деловой и корпоративной этики. Кодекс был введен в действии в 2015 году. Этот локальный нормативный документ провозглашает принципы взаимного уважения, терпимости и равных возможностей. В нем, в частности, сказано, компания не допускает никаких форм притеснения или дискриминации. В компании соблюдаются права каждого сотрудника на коллективное представительство интересов, в том числе и профсоюзных организаций. Наиболее эффективной формой противодействия экстремизму являются мероприятия, призванные больше рассказать молодежи о других культурах и народах. В Губкинском такие мероприятия проводятся часто. Так, в ноябре прошла фольклорная программа «Посиделки у самовара», организованная редакцией городской газеты и приуроченная к Международному дню толерантности. В октябре Управление по делам молодежи и туризму провело круглый стол на тему «Ямальская молодежь в национальной политике региона». Были обсуждены ряд проблемных вопросов. Это такие, как вовлечение молодежи в реализацию национальной политики, роль органов власти молодежных организаций в сфере профилактики проявлений межнациональной нетерпимости и вражды в молодежной среде, в работе по сглаживанию межнациональных конфликтов, актуальность межнациональных конфликтов и омоленевского автономного округа, в том числе особое внимание убедилось в молодежной среде. Еще один вопрос – противодействие экстремизму в общеобразовательных организациях города. В губкинских школах реализуется дополнительная образовательная программа, утвержденная в 2015 году Министерством образования и науки «Гражданское население» в противодействии распространению идеологии терроризма. Данная программа включает в себя четыре модуля – сущность современного терроризма, формирование антитеррористической идеологии, патриотическое воспитание и информационное противодействие терроризму. Данные четыре модуля реализуются в ряде общеобразовательных предметов, таких как обыжи, общество знаний, информатика, история и право, с учащимися с 5 по 11 класс. Данные модули распространены, растворены, скажем так, в тех темах, которые есть согласно учебно-тематическому плану каждого предмета. Секретарь межведомственной комиссии по противодействию экстремизму Юрий Филимонов отметил, что для эффективных результатов в данной сфере необходимо непрерывно проводить профилактическую работу. В целом, работа по противодействию экстремистской деятельности, она носит системный характер. Она, безусловно, находится в приоритете внимания муниципалитете, личной главе города, который является председателем этой комиссии. Вместе с тем, еще раз хочу сказать, что в этом вопросе никогда нельзя расслабляться и никогда нельзя считать, что проблема полностью ликвидирована. Данное заседание межведомственной комиссии является заключительным в этом году. Участники отметили положительные тенденции в сфере противодействия экстремизму. Работа для поддержания стабильной обстановки в городе будет продолжена и в следующем году. Валерий Усманов, Денис Вельков, Новости Губкинского.